Российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления на другие участки фронта, сообщили в Минобороны. Ведомство отмечает, что это является главной причиной теракта россиян на ГЭС. Замминистра обороны Анна Маля рассказала, поэтому становится очевидным цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило сугузить возможную географию активных действий ВСУ. Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления силами обороны Украины на Херсонском направлении и освободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления. Дмитрий, очень серьезное преступление международного масштаба совершила российская армия, подрывав Каховскую ГЭС. Это трагедия на годы и годы. Это трагедия, это удар не только по Украине, это удар по планете. И если честно, я хочу услышать ваше мнение, почему такая вялая реакция мира на преступления против человечества? Вы знаете, почему вялая реакция мира? Потому что... А что такое вялая реакция, скажите? Давайте сразу. Западные страны все осудили. Ну, осудили, Дмитрий. Мы помним 9 лет войны, которая началась в 2014 году. Мы увидели глубокую обеспокоенность наших западных партнеров, которая в результате, простите меня, привела к широкомасштабному вторжению в 2022 году. Западные страны выступили с осуждением. Западные страны дают сегодня Украине все. Оружие, деньги, все, что необходимо. Каховская ГЭС, хочу вам сказать, взрыв Каховской ГЭС. Это, конечно же, понятно, что это страшнейшее преступление. Все это мы понимаем. Это и геноцид украинского народа, и экоцид. Мы это тоже понимаем. Но я вам скажу, что взрыв Каховской ГЭС – это только начало. Я от них жду всего. Мы должны понимать, соринка в глаз попала. Простите меня за все. Но у нас же прямой эфир, видите, 18 часов 19 минут в Киеве. И соринка в глаз это Путин послал, наверное. Я от них жду всего. Всего. Могут они взорвать Запорожскую атомную станцию? Я себе задаю вопрос. Могут. А что нет? А что они? Человеколюбивые сущности? Они твари. Могут. А могут они забросать, я не знаю, Искандерами какой-то город? Могут. А что они еще могут? А ядерное оружие? Сомневаюсь. Но теоретически допускаю. Очень сомневаюсь, но теоретически допускаю, потому что мы должны допускать все. Понимаете, что интересно? Чем больше мы их будем сжать, чем больше мы будем отвоевывать своей территории, тем больше, это логика, мы будем подталкивать Путина к принятию тяжелых решений. И я это объясню, это очень просто на самом деле. Ну давайте так скажем. Путину есть куда отступать? Нет. Ну куда отступать? Человек поставил на карту все. Он поставил свое будущее на карту. Кто такой Путин? Это человек, который имеет, как пишут и как говорят, порядка 250 миллиардов долларов. То есть очень богатый человек. Это человек, который имеет Россию, имеет много стран мира. В прямом смысле имеет. Он говорит, самодержит, самодур, кумир России. Поражение в войне от Украины – это конец его политической карьеры. Это знак стоп на его будущем. И это конец его физической жизни. Потому что поражение России заставит россиян задать вопрос. А во что ты нас втянул? Во что ты нас вверг? Мы же тебе верили, они сказали. Мы же думали, что... А оказалось, что... Так это же ты виноват. Это же не мы виноваты. Ты нас обманул. Это ты виноват. Там же от любви до ненависти один шаг. Даже полшага. Поэтому Путин это прекрасно все понимает. Тоже давайте не делать из него идиота. Параноика, психбольного. Давайте не делать. Посмотрите, как он выглядит и как он говорит. Еще хочу сказать. Давайте забудем тоже о двойниках. Я не верю в двойников. Я не верю, что у него есть двойники. Вот не верю. Поэтому давайте каждый из нас встанет на место Путина. Мы встряли. Да, встряли. С точки зрения Путина. Вот как он думает наверняка. Да. Сейчас бы он, может, этого и не делал. Но он это уже сделал. Поэтому посмотрите, как оживились во всем мире пропутинские силы. Как оживились страны Африки. У них там войны идут столетиями. Они решили нашу войну решать как-то. Исход нашей войны решать. И предложения свои присылают. Вы сначала у себя порядок наведите. Перестаньте воевать и истреблять друг друга миллионами. Потом нам рассказывайте, как быть. Бразилия. Китай. Африканские страны. Беларусь. Кто там еще? Да, куча. Папа Римский. Они все рассказывают примерно одно. Они говорят. Давайте заключим мирное соглашение. Ну, давайте уже. Ну, где Россия стоит? Ну, что она там захватила? Ну, что ж. Уже захватила. Вот. Зато стрельбы не будет. Зато тихо будет. Вот. Давайте отойдем на эти границы. Вы что? Россия взяла? Это ее. Что Украина имеет? Это ее. Для Путина это идеальный вариант. В чем он идеален? Путин говорит своему народу. Я победил. Украина денацифицирована. Демилитаризирована. Мы разбомбили всю военную составляющую. Мы уничтожили нацистов. Это же нацистская страна. Мы их уничтожили. Перемололи. Мы взяли территории. Приросли территориями. Россия свою задачу выполнила. Слава яйцам. Вот, что скажет Путин. Значит. Хотел бы сказать. Да. Хотел. Конечно. Украина никогда на это не пойдет. То есть, для него это прекрасное решение. Кроме того, не будем забывать. Мы же их знаем. Они отползут на рубежи какие-то и начнут интенсивно готовиться. Потому что цель Путина не Донбасс с Мариуполем, не Запорожская область без Запорожья. Цель Путина вся Украина. И это нельзя забывать ни на минуту. Цель Путина вся Украина. Ну, может, за исключением Закарпатия, которую он торжественно подарит своему другу Орбану. А так вся Украина, конечно. Это его цель. Поэтому никогда Украина не пойдет на эти условия. Я сразу говорю, все, кто хочет нам это предлагать, могут сидеть дома. Нет смысла даже ездить сюда к Зеленскому и рассказывать эти свои предложения, озвучивать. Сидите дома. Я общался на эту тему с Михаилом Подоляком, советником главы Офиса Президента. И он говорит, пусть приезжают. Пусть приезжают. Мы им каждому распечатаем план Зеленского. 10 пунктов мирного плана. Пусть они изучают наш сценарий, наш вариант. А свои варианты пусть... Логично. Логично. Это логично. Поэтому вернемся к нашим баранам. Путин понимает, что у него нет путей для отступления. Он же действует, знаете как? Ну так не доставайся, что ты никому. Уничтожить, взорвать Каховскую ГЭС. Это какой ущерб нанесен Украине. Это же миллиарды ущерба. Это мы еще сейчас не ощущаем. Это же изменение климата. Это изменение всего-всего-всего. Сколько территории под водой. Сколько недо получит территорию чистую воду питьевую. Сколько недо-недо-недо-недо. Поэтому что мешает ему совершать подобные теракты? Ничего. А я вот поэтому, Дмитрий, спрашиваю, почему такая вялая реакция Запада? Потому что бить по рукам нужно в ответ за каждое подобное преступление. И если зло не наказывать за вот такие преступления, он и дальше будет отдавать приказы. Василий, чем бить по рукам? Они и так дают Украине оружие в огромных количествах. Завтра атакамсы приезжают в Украину. С дальностью 500 километров. Да, мне нравится ваш ход мысли, и я за это только. Я думаю, я вам больше скажу, атакамсы доедут до Украины. Я уверен в этом. И F-16 все доедет. Все, что надо, все доедет. Вот, но в этих странах тоже существует какая-то своя политическая борьба. Смотрите, сколько в Швейцарии шла борьба за то, чтобы Швейцария разрешила реэкспорт оружия. Исторически нейтральная Швейцария, которая всегда занимала позицию. Да, но какая шла борьба, мы же это видели. Поэтому я бы не сказал, что нет реакции такой, ну просто я не вижу, какие меры можно еще. Все делают западные страны. Но мы должны быть готовы к тому, что чем больше наши войска будут отвоевывать территории, тем возрастает вероятность терактов со стороны фашистской России. Тем больше. И нам надо быть готовым ко всему. Ко всему. Мы продолжим наш эфир. Эту тему, кстати, тоже я сейчас продолжу в интересном контексте. Ну вот телеграмму вам прислал Дмитрий Роман. Думаю, можно сказать ему спасибо за привет такой. Значит, российские власти, еще один факт про историю, про ГЭС, разрешили не проводить расследование терактов на опасных объектах за неделю до подрыва Каховской ГЭС. Документ подписал премьер-министр России Мишустин 31 мая. Нововведения вступили сразу после подписания, согласно тексту постановления российского правительства на территории РФ, а также временно оккупированных территорий Украины, до 1 января 2028 года, цитирую, «Техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится». Конец цитаты. Ну то есть настолько расписаться в своем преступлении... Ну правда, они потом рассказывали там на голубом глазу, что это Украина совершила, там особенно Шойгу удивил всех, который сказал, ну это они захотели сорвать наше наступление просто таким образом. Я еще раз предлагаю не слушать врунов. Они просто калиброванные вруны. Они врут всегда, практически во всем. Слушать их себя не любить и не уважать. Поэтому я даже перестал их слушать. Так фоном шумовым таким идет, что они говорят. «Ну, посмотрите на Путина. Это же, знаете, ссы в глаза божья роса». Ну посмотрите на него. Он абсолютно впаривает такую дичь, причем глазом не моргнет. Его этому учили в высшей школе КГБ. И в институте Андропова. Чего ему? Так, Дмитрий, я бы, может и не хотел бы слушать заявления Шойгу Путина и так далее, но в условиях войны и информационной войны как составляющей большой войны нам надо слушать противника. В частности, вот следующее заявление, которое было сделано на встрече белорусского и российского диктаторов в Сочи в неформальной обстановке Путин и Лукашенко. На встрече Путин объявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него. По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану, сказал Путин. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно. Конец цитаты. Дмитрий Ильич, а для чего Путину ядерное оружие на территории Беларуси? Или это так сильно Александр Григорович просил как-то усилиться? Хотя как усилиться Григорович, если кнопка управления будет все равно не у него? Нет, Лукашенко вообще не может ничего просить априори, потому что надо понимать, что он вассал. Он раб Путина. Просто раб Путина. Некоторые эксперты говорят, уважаемые эксперты мной в том числе, говорят, что не исключено, что Путин таким образом пугает Запад. Как? Он говорит, Россия не будет наносить ядерные удары. Не, не, не. Мы верны договоренностям. Беларусь может. Ну, это же белыми нитками придуманная история, которая, понятно, будет всем. Ну, товарищ Си, так вокруг пальца не обведешь. Путин, как он недавно напомнил, закончил Ленинградский государственный университет, факультет юридический. И все, кто Путина хорошо знает, говорят, что он очень любит бумажки. Вот любое решение, хорошее, плохое, любое, должно сопровождаться бумажкой. Вот юридически надо подстраховываться. В данном случае, как утверждают эксперты некоторые, он тоже таким образом подстраховывается. Россия? Нет. Это российское оружие, оно размещено в Беларуси. Ну, Беларусь нажмет. Ну, разбирайтесь с Беларусью. Лукашенко спрячет, а с Беларусью будут разбираться. Возможно, все. Теоретически, возможно, все. Возможно, что это просто тупой шантаж Запада. Вот. Ну, вы поймите, он в такой ситуации, когда ему надо что-то противопоставлять поставкам оружия в Украину с западными и так далее. Видите, Шольц хотел с ним поговорить, например, да? Шольц уже объявил, я хочу, я собираюсь поговорить с Путиным. А Песков говорит, у Путина не запланирован разговор Шольц. М-м-м. М-м.